Двухсотлетие со дня рождения писателя Фёдора Достоевского отмечают по всей России, в том числе и в исправительных учреждениях. Осуждённые ИК-5 совместно с сотрудниками УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поставили спектакль по мотивам рассказа Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью». Совершенно спонтанно произошёл выбор произведения. Хотелось уйти, как вы говорите, от стандартов, от преступлений и наказаний, которые наверняка большинство бы выбрали. Поэтому элементарно открыла перечень произведений Достоевского. Упал взгляд просто с первого секунды на это произведение. И не раздумывая, пришла ребятам, предложила этот вариант, и мы сразу же его выбрали. Могите вам знакомы. Встретим, а наши окна на улице. Ну что, мы не надо, что ли, людей называть? Спектакль вызвал положительные эмоции у зрителей. Творчество благотворно влияет на людей, вставших на путь исправления, и помогает им реализовать свои таланты. Очень глубоко задевает проблемы философские, проблемы отцов и детей, проблемы братьев и сестёр, и проблемы социального характера тех времён, которые на самом деле отражаются и на нашем времени. Это очень важно. Кроме того, в исправительной колонии посёлка Металлострой состоялся психологический тренинг для осуждённых, который призван проработать картину будущего. Сотрудники УФСИН отмечают, что во взаимодействии с опытными психологами осуждённые более успешно справляются с психотравмами прошлого, обретают душевный покой и радуются светлым началом жизни. У нас сейчас проходит групповое занятие, как вы видите, с использованием арт-терапии на тему «Моё будущее». Ведь редкий человек не задается вопросом, что меня ждёт впереди, где я буду, чем я буду заниматься, кто меня будет окружать. И, наверное, этот вопрос наиболее актуален здесь, в местах лишения свободы, потому что у нас ребята проводят ни год, ни два, но и гораздо больше. О важном значении литературы в жизни человека говорят специалисты, посетившие в дни юбилея Достоевского исправительные учреждения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За тюремной решёткой жизнь не заканчивается. Для многих время исправления становится поворотным моментом, чтобы пересмотреть свои приоритеты и обрести твёрдую почву под ногами. Мы объезжаем в связи с юбилеями наших главных любимых писателей города и леса, и везде, и не только там, но и везде по стране. Они читают произведения этих писателей, они ставят спектакли по ним, иногда сами придумывают сценарии, иногда, как сегодня, берут небанальные сюжеты, не те сюжеты, которые даже мы им предлагаем. Фёдор Достоевский поднялся к вершинам мировой литературы после пребывания на каторге. Опыт писателя отражён в записках из «Мёртвого дома». Отрадно, что в сегодняшней России драгоценные мысли классика востребованы и вызывают неизменный отклик. Михаил Манкевич, Мажин Булатханов, ТБН.